Однажды кто-то где-то, а может и не кто-то, а может в телевизоре, а может на ФМ. Такое наше времечко. Балконом бьют по темечку. Тактии все серьёзные, что дряху не пошутить. Дядя, дядя, а как попасть в маржолей? Ну, пацан, это надо сначала революцию сделать, потом чтоб в тебя стреляли. Это не так просто попасть в мавзолей. Мавзолей, мавзолей, у Володьки юбилей! Я как опытный астропсихолог и как победительница бойных экстрасенсов заявляю со всей определённостью, Все беды современной России вызваны тем, что Ленин в мавзолее лежит не по феншую, а всем это, простите, по барабану. Постой, паровоз, не стучите колёса. Раз пошла такая тема, я шо хотел сказать. Ленин в мавзолее, он как автоваз. Бабки на содержание тратятся огромные, А надежды на то, что клиент встанет и пойдёт, вообще никакой. Но я слыхал, что срок аренды в мавзолее-то заканчивается, а арендатор, правда, не шевелится. Может, пора менять уже в обувь в мавзолее? У нового пассажира и баблишка за аренду платить поболее будет, чем у теперешнего. Да и на бальзамирование сэкономим, своего ботокса за глаза хватит. Слушай, Геннадс Вали, торопиться не надо. Я вам один умный вещь скажу, только вы не обижайтесь. Не всё так плохо в российской политике, чтобы думать, что хуже уже не бывает. А то ведь как сто лет назад на смену сумасшедшему Володе в Кремль придёт ещё более сумасшедший горец. И тогда мало уже никому не покажется, я так думаю. Что я хотел сказать. Сейчас, когда Ленина хотят схоронить, у нас, православных коммунистов, появился старый лозунг на новый лад. К борьбе за тело Ленина будьте готовы. Всегда готовы. Простите, но это же уму нерастяжимо. Современная Россия, которая борется с тлетворным влиянием Запада, до сих пор поклоняется мумии этого немецкого шпиона. Самые страшные санкции против России, кстати, за всю её историю придумала именно Германия, когда прислала нам этого хмыря в кепке в пломбированном вагоне. Иншульдигунг, простите, не могут немцы быть во всём виноваты. Это ни на какую голову не налазит, потому что только в России могут почестями хоронить останки царской семьи и одновременно торжественно охранять мумию и их убийцы на центральной площади. Вы знаете, я как женщина с драматическим складом ума постоянно задаюсь одним и тем же вопросом. Если Вова Который Крупский мстил России за старшего брата Сашу, то за кого же мстит России Вова Который Кабаев? Ой, перестаньте сказать. Вот вы шутки шутите, а я помню, что во времена всеобщего дефицита на доисторической родине самые спокойные очереди были таки у Мавзолей. Потому что все знали, Ленин не колбаса, он никогда не кончится. Я вообще себе удивляюсь, как при такой бешеной популярности с такой длинной очередью и Личуни делали гастроли по городам. Дедушка умер, а дело живет. Лучше бы было наоборот. Дядя, простите, а как попасть в Кремль? Ну это смотря, с чего ты целишься, пацан. Ах, время-время-времечка. Как жареные семечки. Закончилась так быстро ты. Но хочется еще. Мы с вами не прощаемся. Чтоб вы не заскучали. До скорого-то, времечка. Вы пили каждый день.